Не за горами вступительная кампания в ВУЗы и один из самых волнительных для каждого абитуриента моментов – прохождение централизованного тестирования. Сегодня перед представителями контролирующих ведомств стоит главная задача – организовать процесс юридически грамотно, учитывая опыт прошлых лет. В июне начинается один из важных этапов. Первый – это централизованное тестирование. Поэтому, конечно, важно организовать в пунктах тестирования, которые в Брестской области в этом году четыре, чтобы нормально прошло тестирование, организованно, без каких-то сбоев, чтобы абитуриенты, скажем так, и родители не волновались. Эти и многие другие вопросы стали темами открытого диалога. За круглым столом собрались представители контролирующих ведомств, сотрудники регионального центра тестирования и вузов области, правоохранители, медики – все те, кто будут пристально следить за механизмом проведения вступительных испытаний. Кстати, абитуриентов в этом году, согласно данным статистики, стало больше. Примерно где-то на 250 человек в этом году регистрацию прошло больше, нежели было в прошлом году. Тестирование начинается 13 июня и закончится 27 июня. Это тоже понедельник. Соответственно, там будет у нас семерная история и география в один день. То есть вместе эти два предмета будут в один день проходить. Регистрация на централизованное тестирование в этом году началась 2 мая. С первых дней в вузах было настоящее оживление. Прислушавшись к мнению опытных наставников, молодые люди не стали откладывать эту процедуру в долгий ящик. Каждому из них после подачи заявлений был выдан лицевой счет, по которому производилась оплата за прием и оформление документов. К слову, именно способ оплаты в этом году – одно из главных нововведений. В этом году по ЕРИПу все деньги оплачивались на счет Республиканского института контроля знаний. Можно было оплатить через интернет, через мобильный помощник, через кассовые терминалы и так далее. Единственная трудность была в том, что надо было подойти к оператору, получить лицевой счет, только после этого произвести оплату. Те данные, которые вносились в общереспубликанскую базу, они появлялись в базе банка и деньги вносились на счет абитуриента. И абитуриент уже приходил с этим подтверждением, ему выдавались пропуска. В целом, процедура прохождения централизованного тестирования в этом году осталась без изменений. Для обеспечения соблюдения механизма проведения вступительных испытаний были созданы специальные комиссии, в которые вошли сотрудники Комитета государственного контроля и Управления департамента финансовых расследований. Под пристальным вниманием абитуриенты будут во время сдачи экзаменов по всем 11 учебным предметам. Если возникнут какие-то вопросы, проблемы, в каждом пункте тестирования, в каждом учебном заведении, где будет проходить вступительное испытание, на стендах информационных размещена информация по горячим телефонным линиям. Эти линии есть и в Комитете государственного контроля, и в Бресте, в Барановичах, в Пинске. Также это резервный дежурный сотрудник Управления департамента финансовых расследований, который будет оперативно передавать информацию для решения любых вопросов.